Всем привет, ребят! Сегодня плановый брифинг, сегодня я без хромакея, поэтому вы видите, что я выращиваю кактусы, видите мои книги и коллекцию настольных игр где-то на заднем плане. Что сегодня? Сегодня посмотрим на открытые и закрытые позиции среднесрочного плана. Сегодня обсудим варианты новых сделок, которые могут быть открыты, проанализируем валюту, сырье, металлы и проанализируем некоторые акции, которые сейчас есть у меня в оч-листе на среднесрочной основе. В общем, приступаем, давайте сразу перейдем к графикам и будем находить закономерности. Камеру я выключу, чтобы вас ничего не отвлекало. Давайте начнем с тех идей, которые я сейчас готов реализовать и тех идей, которые у меня находятся на исполнении. Вчера закрыли доллар-канадец, который висел больше недели фактически и на текущий момент времени есть потенциал продолжения, но я забрал прибыль, не стал дальше продолжать, потому что такой импульс, он является нестандартным и мы на этом импульсе зашли в зону непосредственного предложения. Да, может пойти и дальше, но я со своей стороны забрал синицу в руках и не хочу ловить журавля, который в небе. Новых вариантов пока здесь не вижу, но об этом чуть позже. Дальше. Открыта евро-иена, аналогичным образом с доллар-иеной, пытался вчера и доллар-иену открыть и евро-иену. Два инструмента на опережение пробоя. Здесь формация в зоне предложения, которая идет с непосредственного импульса и замедление сделало очень четкую границу в районе 121 по евро-иене и 119 по доллар-иене. Я взял эти два инструмента для того, чтобы попробовать поработать на опережение пробоя, то есть зайти непосредственно на вынос. Что тому было подтверждением? Непосредственный выход со стороны продавцов, которые были полностью компенсированы покупками и последующее накопление. Такая структура движения, она подтверждает возможный интерес со стороны непосредственных покупателей. И на этом была основана идея. Потенциал движения не особо большой, если говорить о краткосрочном потенциале, то это 122, если говорить о более длительном, то в районе 123. Но это не так много, однако с таким стоп-приказом, который был поставлен здесь, это достаточно. То есть потенциал космический, если говорить об этой идее. То есть мы даже можем поставить сразу же тейк профит и его будет достаточно, чтобы покрыть издержки на позицию. Дальше, давайте перейдем к доллар-йене, которая тоже вчера открывалась, но доллар-йену я закрыл практически сразу же по причине того, что реакция не пошла. То есть был первоначальный импульс, затем цена вернулась обратно в уровень и я закрыл сразу же, не стал дожидаться стоп-приказа. Ситуация интересная, 109 смотреть надо, но на данный момент времени еще закрепления дневки не было, поэтому на дневку внимание. Это очень хорошая идея, если все-таки дадут здесь длинную выше 109, она может быть с большим потенциалом, гораздо большим, чем по евро-йене. Тем не менее, такая структура, как сейчас, это ложный пробой, поэтому краткосрочно, кто ищет продажи, пробуйте, продавайте. Это нормальный сценарий. И еще у меня открыт еврофунт открыт в позиционной области, в области покупок это неделя-месяц, да, не совсем стандартно в отношении стоп-приказа, но тем не менее, идея есть и идея с потенциалом на 88. Возможно, если никакой реакции не будет, придется ее закрывать, но здесь также есть и краткосрочный вход на случай закрепления. Следите внимательно за областью текущего сложившегося максимума, это 86.50. Если будет выход цены выше 86.50 с последующим закреплением по часовикам, хотя бы 6 часов, либо дневка еще лучше, открывайте покупку, она может быть очень-очень рентабельной и вы получите возможность постановки более короткого риска. Да, здесь не совсем стандартный, не совсем простой сценарий, но он есть и он является актуальным на сегодняшний день. Немножко акций, давайте и перейдем к TradingView, чтобы смотреть более подробно все среднесрочные сценарии Nike. Стоял ордер на покупку по Nike, Nike здесь в районе позиционных максимумов стоял первично, потом произошел импульс. Возврат любой к зоне позиционирования торгуется единожды, но так как еще не было ретеста, я сразу же решил попробовать это все отработать. База подневки, база в пределах 88-86, ее нужно отработать, несмотря на то, что идет снижение, возможно более глубокое снижение всего рынка, но этот вариант упустить нельзя, он ключевой. То же самое касается Макдональдса. Вчера ставил лимитный ордер на покупку до открытия рынка, то есть сразу же, но цена немножко не достала уровня. То же самое аналогичная структура, как и по Nike. Видите, максимумы закрепления и есть база сформированная. Хотели здесь попробовать отработать, но не дошла. Тем не менее, первый ретест остается актуальным, поэтому ордер 190. 188 можно оставить, он является нормальным сценарием. Ну и в принципе, в принципе, что еще интересного, Disney открыли в короткую, Disney в короткую непосредственно по структуре излома тренда после закрепления за неделей, то есть неделя дает компенсации, есть потенциал того, что все-таки прострелят до 115, то есть очень хороший потенциал и это вход на опережение, он не самый адекватный с точки зрения среднесрока, но это краткосрок, я сейчас экспериментирую с краткосроком, пока не особо удачно, потому что я среднесрочник, то есть позиционные сделки мой конек, краткосрочные сделки я, соответственно, только изучаю, но тем не менее пробую где-то более младшие таймфреймы отрабатывать, потому что рынок фрактален и буду вас со временем вводить в курс дела по моим экспериментам в краткосрочном трейдинге. Ну а теперь давайте перейдем к трейдинг-вью и посмотрим, что у нас здесь по непосредственному варианту работы других инструментов. Евро-доллар мы подробно разбирали, сегодня, кстати, хотел выпустить подробный анализ на евро-доллар, разбирали начиная с недели, заканчивая текущей дневкой. Здесь структура нисходящего тренда и волна этого роста, она может быть прекращена в пределах 1.12-1.12.70. Те, кто пробовал изначально открывать, здесь продажи, у вас была целевая зона в район 1.10.80-1.10.50, то есть вы видите значение, где может цена остановиться и вторичное значение достигнуто не было, поэтому если кто не вышел из евро-доллара по этим значениям, я бы все-таки на вашем месте закрывал без убыток, либо с минимальной прибылью, потому что вероятность обновления максимума очень высока и, тем не менее, здесь есть классная идея входа в короткие, это 1.12.20-1.12.80. Даже, наверное, стоп, да, 1.12.90. 1.12.20-1.12.90, то есть там, где как раз другие будут ставить стопы, мы там зайдем и попробуем сработать все-таки на продолжение тренда. Волна тренда мы просчитали, она может идти до 1.12.20 примерно, то есть это логичная структура будет продолжение тренда. Мы математически просчитывали каждую волну для того, чтобы понять, где все-таки у нас преткновение на пути движения и оно в районе 1.12.20. Сейчас вы видите подробный анализ графика. Когда я обычно вам рассказываю об инструментах, я держу все эти операции в уме для того, чтобы не захламлять график. Да, я понимаю, что многие мои коллеги, они делают максимально много инструментов наносят, инструментов анализа наносят на график для того, чтобы для вас, для новичков это выглядело как можно более внушительным. На самом деле это путает. Это путает и трейдера на исполнении, это путает и вас, когда вы видите много всего и не понимаете, что с этим делать. Я стараюсь все максимально упрощать, чтобы вам было понятно. То есть вам же нужна конкретная идея, а не то, как я ее нашел или что за этим стоит. Да, я аргументирую всегда, но максимально стараюсь делать проще это все, чтобы вы не тратили лишнее время на обдумывание того, что вам сейчас недоступно. Здесь понятно, по покупкам ничего сказать не могу. По фунту относительно коротких у меня нет идей совершенно. Я не представляю, где открывать короткие по фунту. Возможно с максимума, возможно пробовать ложный пробой 1.30. Это всегда есть, но это сценарий для более опытных трейдеров. То есть смотреть 1.30, пробовать угасание, искать на нем, пробовать, если вдруг будет ложный пробой, отработать его. Нужно, чтобы собрали стопы по продажам с 1.30. Покупки 25, 50, даже наверное 1.26-1.25. То есть на случай снижения. Это может быть через месяц, это может быть через два, но это проторгуется точно. То есть не то, чтобы точно оно обязательно отработать, но и к тому, что это обязательно будет торговать со мной. Это очень хорошая идея. С доллар-иеной понятно, 109. Был ложный, видите, можно короткие пробовать открывать. Ниже 108.30 может быть падение вплоть до 107. 108.30 тоже следите. Закрепление, пробои, торгуете, продажи. Даже если кто открывал по этому ложному, держите не до 108.30, а держите, пробуйте ниже. Если следовательно пойдет реакция на рост, вы просто закройтесь без убыток, но эта идея может быть очень хорошей. Следите за ней. По франку я сказать ничего не могу, не знаю, что торговать там. По золоту зона коротких 1513-1515, но это работает сейчас очень сложно. Поэтому золото я игнорирую со своей стороны как инструмент в данный момент актуальный для торговли, но позже глянем. Пойдут импульсы по золоту, мы будем в них стоять. Когда будут возвраты, когда будут движения. Пока там волатильность заниженная, лучше не рисковать, иначе можно там отдать все свои деньги рынку. А зачем нам это нужно? Мы хотим у рынка забрать эти деньги у других участников. Следовательно, нужно принимать решения более обоснованные, чем принимают ритейл-трейдеры. Доллар, рубль. Здесь есть потенциал покупок 63-62.50. Ничего не поменялось. По коротким я сказать ничего не могу. Евро-иена, вы мою идею текущую знаете. Потенциал ее 122.50, может быть вплоть до 123. Ну, основной 122 сейчас. Если кто желает открывать короткие, короткие открываются 122.40, 123.10. То есть это зона лимитных коротких. По новозеландцу у меня стоял лимитный ордер на покупку. Он и сейчас стоит, его можно в принципе убрать. Это 0.6305, 62.35. Цена не дошла, развернулась немножко раньше. Мы хотели ставить на середину. Вы видите, что база здесь более широкая, но хотелось немножко уменьшить размер стопа, и поэтому в позицию в эту не попали. То есть сейчас можно убрать, идеи здесь пока нет. Фунт-иена. Ничего сказать не могу. Доллар-канадец. Вы уже понимаете, идея была на покупку. Да, я закрыл здесь на первом приоритете. Можно было продержать, но я уже говорю, что для меня в этой структуре у меня этот месяц начался с убытков по евро-иена-фунт-иена, поэтому чтобы перекрыть убытки, мне пришлось забрать эту синицу в руках. То есть мне не хочется, чтобы этот месяц был просевшим. Так-так-так, здесь ничего у нас. Евро-фунт, понятная идея, но если сегодня не будет реакции, наверное, я все-таки буду его закрывать, не дожидаясь стопа, если стоп сегодня не сработает, конечно же. Потому что сразу должна быть реакция. Лучше я потом выше 86.50 еще раз перезайду. Но это тоже в подвешенном состоянии идея. Но вы следите за 86.50. Очень хороший вариант. По CL. Это нефть WTI марки. Вчера мы хотели попробовать отработать 54.53 на случай ретеста. Ретест пока не произошел. И структура ломается, есть некие замедления по движению. Сложно. Поэтому я на вашем месте воздержался бы полностью от торговли нефти на данный момент времени. Зона коротких это 58.6, 59.5. Зона длинных это 54-53. Это, в принципе, все, что здесь есть. И я думаю, что это можно будет проторговать. Дальше по кросс-курсам можно пробежаться. Но с кросс-курсами сложная система, сложная схема работы. И моделей на данный момент нигде нет. Биткоин. Тоже инструмент очень интересный. По биткоину у меня был стоп пойман. 7900-8300 я пытался открыть короткую. Сразу же поймал примерно стоп. То есть не то, что примерно, он проскочил очень быстро. Поймал стоп-приказ. Идеи для покупок здесь однозначно с моей стороны не было. Но за исключением каких-то уровней этого формата. То есть 7300, 7400. Но это вторично. То есть у меня таких моделей нет. И стоп это не значит, что ты плохо проанализировал. Это значит, что в данный момент рынок не идет по твоей модели. Если кто-то из вас на текущий момент считает, что существуют безубыточные трейдеры. Или трейдеры, которые постоянно угадывают. То я спешу огорчить. Таких не бывает. Есть просто системные трейдеры. Те, которые управляют капиталами. Те, которые торгуют на чужие деньги. И они работают системно. Чтобы у них каждый год, каждый квартал был в плюс. И они получали деньги. И так работают фонды. Даже некоторые фонды, вы должны понимать, что ни разу в истории не было, чтобы один и тот же фонд был самым большим по доходности дважды. То есть за всю историю американских фондов, немецких, швейцарских, инвестиционных. Не было ни разу. Чтобы один и тот же становился самым большим по доходности. Это говорит о том, что рынок изменчив. И в принципе торговля очень переменчива. Если у вас убыток, вот к примеру, этот месяц минус. Или прошлый, или два подряд, или три подряд. Вы не переживайте по этому поводу. Вы работаете системно так же, как и работали. И в таком случае у вас рано или поздно придет результат. В общем, ребят, надеюсь, что брифинг был полезный. Надеюсь, что вам нравится смотреть мои брифинги, мой анализ. Если это так, не забывайте, что видео нужно поддержать лайком, комментарием. Потому что оно продвигается в поиске. И следовательно, мне интересно для вас снимать. Меня люди смотрят. И мой канал тоже не забывайте. Он находится в описании. Это канал ProTrade. Трейдинг без цензуры. Там очень много всего интересного. В том числе и вебинары. Трейдерские байки. Моя интересная новая рубрика. Разговоры о рынках. Поэтому смотрите, изучайте. И будет у вас рано или поздно профит. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok